всем привет вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и этим видео я начинаю прохождение на уровне сложности божество за ну сейчас дальше разберемся за кого а принципе на огромной политической карте земли будет 20 цивилизаций на ней недавно вот с последним собственно патчем появилась это большая политическая как огромная точнее на огромную политическая карта и я сразу решил что именно на ней и хочу сыграть следующую партию на уровне сложности божество а вот за кого играть против кого я проводил опрос и давайте глянемся что вот вы тут чуть левее на экране видите результаты надеюсь они видны вот тут получается надо было повернуться видны и первый вопрос был за кого я дал выбор всего из одной цивилизации можно было выбрать и я совершенно не удивляешь как всегда проголосовали за россию но так как за россию уже много раз я играл на божестве и совершенно недавно по-моему позапрошлой что ли партия была раз на божество то естественно за нее играть не буду тем более что в этом патче ее не так уж и сильно изменили но меня порадовало что второе место удать потому что это россия потом тут был у нас рим почти 4 процента чуть больше 4 процентов япония австралия 33 англия тут к меры недалеко канада но как вы думаете кто на втором после россии был испания ребята 5 и 3 5 целых и три десятых процента проголосовали за испанию меня это радует потому что испанию действительно хорошо изменили я уже играя в сетевых партиях где люди брали испанию против игроков проиграли испанию почувствовал что это сильная цивилизация теперь стала поэтому в принципе да давайте я буду играть за испанию это божество и вообще он очень давно на канале не было партии за испанию теперь давайте смотреть против кого но прежде как вы видите вот тут на фоне я специально вам включил вот так выглядит в общем-то карта огромная политическая карта в цивилизации и нам надо я буду руководствоваться конечно и вашим голосованием но также нам надо руководствовать тем чтобы эти цивилизации находились не слишком близко друг другу вот я уже значит мы выбрали испанию ставим филиппа вот тут он появляется на пиренейском полуострове поверьте мне вот это место всего лишь на один город как вы понимаете большинство цивилизации которые должны появиться в европе у нас сразу в общем-то исключаются к сожалению поэтому давайте смотреть что-то ну прямо скажем мне кажется что люди которые голосовали так примерно и рассуждали тоже потому что как минимум за первые 11 или 12 цивилизации очень неплохо получилось подобранных в разных концах планет значит у нас получается of ну тут опять же россия была где-то в одних и ну давайте так испания тоже была войти из по нему не будем уже считать стопа вот россия первое 62 процента не даже австралии все-таки пера австралия 1 62 процента на втором месте россия и даже япония япония на первом 68 из отвой даже 69 процентов на втором австралия на третьем россия и на четвертом германия вот это четыре цивилизации которые набрали больше всего голосов которые превысили больше 60 процентов голосов только кстати надо было 20 цивилизации людям выбирать вот так получилось ну понятно значит берем японию точно точно берем австралию и точно берем россию я ведь сразу расставляю иконки именно в топ в тех местах где будут появляться они на этой карте а вот германию пропускаем потому что ну у компьютера сразу на божестве три поселенца может сразу три города поставить я конечно могу развлекаться таким образом в европейские цивилизации поставить это будет очень быстро игра просто не будет места и у меня отвалятся города по лояльности на божестве это просто бессмысленно даже пробовать поэтому к сожалению германия у нас в пролете смотрим по следующий какие цивилизации вас набрали больше 50 процентов англия виктория бразилия ну ладно египет потом испания собственно за испанию я играть буду так чтобы против нету смысла ставить корея практически 50 процентов рим и кажись сюда понятно что рим опять же слишком близко будет вот этот маленький вы видите какой тут сапожок взял это вообще на один город и он остальные два поселенца в мою сторону поставить я даже не успею вообще будут с одним городом наверное на сидеть поэтому понятно что берем викторию тут кстати то что мы берем виктория означает что минус сразу шотландия шотландия тут точно не будет тут либо англия либо шотландия должна быть поэтому большинство за англию голосовала а дальше у нас как я сказал корея набрала в районе и подождите у нас там корея египет и бразилия вроде как были эти посмотрим и бразилия вот бразилия 50 и 7 десятых египет 49 и 4 десятых почти 50 и корея 49 и 7 десятых вот три цивилизации тоже естественно бразилиц вообще первый на другом континенте в новом мире корея тут они конечно рядом с японии но японец на островах будет появляться кореец на континенте и клеопатра первое в египте пока все логично все нормально расставлено то у нас следующий по голосованию опять же смотрим у кого больше пока 40 процентов 47 с половиной у канады было дальше 46 процентов у швеции по моему 45 процентов у польши если ничего не буду до 45 с половиной процентов у польши и по моему у монголов там был до 44 с половиной процента еще есть османы уже не рядом были 44 процента но османов опять же бессмысленно ставить они появляются вот я не знаю вам видно или нет этот маленький перешейк между черным морем и средиземным то есть они будут там мешаться и польше и еще вавилону это немножко дальше будет поэтому османов надо к сожалению убирать значит у нас канадцы появляются это первый в северной америке цивилизация швеция появляется швеция соответственно минус норвегия на этом полуострове либо швеция либо норвегия едвига конечно тут тоже сложности могут быть с тем что она может меня подселять но тут я готов рискнуть пошла далековато причем рядом с россией может быть они между собой будут спорить так что пускай ну и чингисхан как бы с другой стороны для россии будет каким-то противовесами надеюсь в этих степях хочется в это верить вы как я уже упоминал за вавилон тоже много проголосовала у нас 41 процент вавилон тоже ставится меньше чем за османов но мне кажется интереснее все-таки иметь вавилон и чуть подальше от польши и россии чем османов которые бы были намного ближе чем все остальные дальше надо ребята уже все-таки расставлять то есть у нас увидите уже расставлено сколько раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один двенадцать цивилизаций еще надо 7 расставлять но дальше уже надо исходить больше из местоположения чем из голосования у нас практически полностью заполнена америка сюда ставим ацтеков ну я буду говорить только вы бы проголосовали тут больше 40 процентов за них проголосовано так что в любом случае инки ставим тут конечно выбор у инков можно еще колумбию выбрать и мапучи выбрать по-моему даже за колумбию побольше проголосовать посмотрим колумбия 33 процента а инки не все-таки на один десятый процент за инков больше да и даже больше чем за мапучи так что даже по голосованию инки выше мне просто кажется что инки в развитии получше будут чем колумбия и мапучи в любом случае несмотря то что там мапучи улучшили я не спорю но я сомневаюсь что компьютер научил научили ему этими способностями пользоваться ну и по сравнению с ацтеками вместо ацтеков можно было майя поставить тоже майя рядом тут либо ацтеки либо майя иначе они очень рядом появляются но за майя 31 и 6 десятых процент а за ацтеков 40 процентов но и думаю что ацтеки посильнее будут в принципе в америке это все на самом деле я еще думал о том что может стоит северной америке еще кри поставить они появляются примерно том же уровне что и канада но на тихоокеанском побережье ну или бы можно было еще америку поставить америка бы слишком рядом с канадой появлялась и было бы совсем мне кажется неудачно с развитием тем более это интересно вы знаете вот оставить столько места этим цивилизациям чтобы потом приплыть через океан и увидеть их крутое развитие мне кажется это было бы прикольно теперь дальше смотрим у нас практически азия не заполнена и я считаю точно надо ставить кхмеров которые очень усилены и они как раз вот займут незаполненные незаполненные места незаполненная африка вообще только египет идея один там остался в африке у нас есть эфиопия нубия мали и зулусы по голосованию как ни странно выше из всех этих цивилизаций оказались зулусы и фену больше все вообще за зулусов после египта если мы про африканские говорим так идет на зулусы вот тридцать два процента эфиопы оказались на втором месте 38 то не значит наоборот эфиопы на втором месте это я уже перепутал зулусы на третьем и они расположены эфиопы чуть близковато все-таки к египту но но не настолько близко как те же могли быть нумибийцы что это лучший вариант но и зулусы вполне тоже помещаются в общем то он остается у нас остается две цивилизации два места и я выбрал здесь ганди потому что как раз вот центр азии видите полностью ну не закрытые тут ганди очень в тему встанет и у нас получается еще вот не заполненные видите острова между австралией и азии два выбора либо маури брать либо индонезию мне кажется что интереснее было бы взять индонезию потому что у маури плоховаты ну короче их способности не будут работать в том месте где они появятся они появятся возле новой зеландии то есть там и лесов как-то нету как-то так себе а вот индонезийские компонги могут сыграть очень хорошую роль так что вот по вашему голосованию я попытался расставить более менее логично цивилизации кстати в комментариях можете предложить свою расстановку а рассказывал я им это долго для того чтобы вы могли сами для себя создать подобную игру потому что я интер рандомно брал цивилизации реально появлялись появлялись теперь византия и турция вместе понимаете и кто-то кого-то уничтожал очень быстро очень это как-то странно поэтому желательно все таки равномерно расставить по карте чтобы какое-то место было все все будут в разных условиях с разными природными местами с разными ресурсами в этом будет разнообразие а здесь вот как-то чтобы равномерно цивилизации находились опять же интересно почитать ваше предложение по поводу расстановки вот этих 20 цивилизаций на карте ну а теперь давайте собственно к игре перейдем вот какие я моды включил ну только на интерфейс на удобство потому что все что касается карты тут бессмысленно включать карта будет одна и та же абсолютно я думаю даже бета баланс старт возможно будет ее ломать а вообще меня продолжают спрашивать про моды я прикреплю комментарий к этому видео где у меня ссылка на мою коллекцию модов шестой цивы в стиме вы можете перейти и просто спокойно на них подписываться и они у вас будут работать в игре ну а вот настройки карты в общем то те цивилизации которые мы выбрали по голосованию из режимов я включаю только монополии корпорации причем у меня там стоит мод который вроде как ну во всем случае в прошлой игре уже компьютеры нормально действовали со своими ресурсами и все это вроде починено отключаю варварские кланы и вообще варваров потому что и так города государства могут занимать вот эти места на политической карте а если еще варварские кланы будут дофига их создавать то это ну как то не очень не очень будет похоже на настоящую землю кроме того все таки компьютер с варварами хуже действует чем без них поэтому я варваров просто отключаю на божестве компьютер с варварами иногда просто не может справиться ну и обычно я оставляю дерево технологий социальных институтов потому что похоже опять же у компьютера какой-то заложен алгоритм по исследованию технологий и со случайными технологиями он хуже справляется чем с обычными то есть он в обычных технологиях лучше развивается чем вот в случайных поэтому так делаю ну и давайте в общем то ну стихийные бедствия да мне кажется на обычной земле давайте просто будет у нас посмотрим как она сыграет в любом случае давайте начинать ну что ж испанию изменили в первую очередь ее караваны теперь очень неплохо работают особенно на другие континенты так что надо бы нам поискать другие контент давайте начнем интересно где же мы появимся ух ты да это же пиренейский полуостров кстати мне жаль ну кстати мы типа сразу африку нашли мне вот жалко что на этой политической карте почему-то название рек не пишутся то есть название рек по моему гор тоже вот средиземное море пишется как ни странно северный ледовитый океан но это неправда это не северный ледовитый океан ладно давайте я отключу камеру дальше вы без меня без моей милой рожицы продолжите напомню еще раз или не напомню а сразу скажу что спонсоры канала как всегда все серии могут сразу посадиться в вкладке сообщества спасибо им за поддержку поехали сюда ставить город пойдем исследовать как бы рисует вот смотрите вот пиреней да один город влезет всего лишь всего лишь один город мне кстати дали 4 очка за африку даже потому что я первый хожу скорее всего только поэтому тут конечно мы еще будем в будущем тоже ставить надеюсь египет не особо разбежится заселять всю эту африку и мы успеем давайте мы апельсинки быстрее так я думаю что скауты нам точно не нужны мы прекрасно представляем что там будет поэтому сразу с монумента начнем не со строителя потому что нам еще обрабатывать нечего мы даже не открыли еще животноводство подожди а может нам с рыбы начать может мореходство реально сначала давайте мореходство я обработаю две этих а потом уже животноводство я даже не уверен что тут кстати лошади будут странно конечно такая испания без лошадей это будет весело там где-то должна быть англия сверху ну нам надо как-то попытаться конечно заселить эти все места до того как англия сможет сюда приплыть и сама это сделать тут бы вот ну мне кажется тут не влезет уже город скорее всего а не слушайте а вон англия так ну раз два да скорее всего не влезет сюда город все пока показывает раз а не вылазит влазит тогда нормально сюда не влезет уже а вот прямо на пшеницу влезет да не знаю стоит ли прям так может все таки сюда ставить у нас и так мало места но мы подумаем еще ладно и так гляну что так мадрид вырос теперь давайте уже на производство хочется монумент побыстрее что то же клетки сами присоединялись ну и наверное сразу строителя буду или блин или вообще может не надо строителя потом поселенца так встречаем англию с ней мы будем бороться на море очевидно да влазит сюда город а смотри даже сюда влазит о а ну вот вот смотрите видите сюда влазит уже через две клетки вот если города влазят через две клетки если между ними море то есть если вот лондон на острове чтобы она не объединялась никак понимаете то иногда меня спрашивают а как это так города влезли вот так что можно подумать над тем чтоб тут поставить город о матерхорн кстати а смотрите а гибралтара нету где же еще чудо гибралтар оно должно вот здесь где-то быть а его нету а матерхорн что блин а там уже среди польша да ну короче я только наверное три города смогу поставить в итоге занимает одну клетку плюс культуру с соседним клеткам наземные боевые винты прошедшие рядом игнорируют холмы до конца игры ммм кстати ничего такое чудо ничего такое чудо наверное надо сюда идти я боюсь что сюда не влезет я боюсь что вообще чуть ли не два города у меня может быть ну то есть а слушайте смотрите по идее если так раз два три по идее вот сюда значит ставится и вот сюда тут восклицательный знак типа блокировано городом или ландшафтом на самом деле этот мод на метке не понимает что тут две клетки может быть что у меня только так если влазит город ну возможно тогда еще сюда влезет но там уже надо будет по лояльности смотреть мне надо будет в первую очередь сюда город везти блин может мне лучше вместо давайте вместо рабочего посела делать потому что тут ребята все очень все очень тесно и я думал даже менее тесно будет но я сам поставил польшу я думал что не надо ставить польшу но я ее поставил так пять ходов мне надо где-то здесь наверное стоять чтобы поляк полька точнее не могла вообще сюда пройти ну еще раз повторю у компьютера есть сразу три поселенца вот у англии ну один город стоит просто потому что она не ей некуда ставить краков и вроцлав и полька там где-то ищет еще место полячка полька это як цупцоп порвик коридула красиме животноводство или в гончарочку идти куда мне вообще может мне астрологию открыть мне религия тут точно стопудово нужна давайте наверное астрологию правда никакого не знаю может ну сейчас посмотрим что там будет из пантеонов вообще-то не вижу нормальных пантеонов для себя рыбацкие лодки вера ну против варваров можно не брать потому что варваров нету блин может спереть рабочего ну блин у них там сто силы ладно давайте сюда гляну я тут не вижу чтоб шел поселенец какой-то польский а международная торговля ну да давайте пока в раннюю империю на раннюю империю скорее всего не понадобится потому что мне просто некуда города будет ставить хм конечно я думал что будет тяжелый старт вообще тесный но еще теснее оказалось чем я предполагал представьте если бы тут германия была франция германия бы тут появилась вообще франция тут то есть это просто по одному городу это ван сити челлендж был бы блин тут бы конечно еще город но в принципе он сюда влазит к лояльность от лондона очень высокая но если я тут поставлю они вырастут то этот может даже не на побережье ставить а где-нибудь тут знаете вот вообще на побережье надо блин тут кстати от польши слушать а че тут странно вот сюда ну просто раз два три четыре пять три четыре пять шесть потому что тут шесть клеток блин может мне тогда сюда поставить слишком большая лояльность уже идет от английского города надо подумать так ну тут леса и там очевидно где-то россия и швеция будут блин не хочу уходить я не хочу дать я сейчас просто понимаю что польша пойдет сюда город ставить с другой стороны так удвоенный опыт для юнитов разведки слушать а может поставить на морские юниты я же их открыл следующим ходом я бы построил морской юнит на самом деле давайте так ну а зачем нам удвоенный опыт горное дело а потом зачем нам удвоенный опыт скаутом у меня даже скаута нету так что плюс сто процентов тут еще набиваем веру кстати ни одной руинки не нашел но я боюсь что даже если я не катя не в курсе есть они или нет на карте но даже если они есть а мы тут так тесно что уже все салон швед шведка я наверное куплю а подождите блин я в лондон не могу отправить караван не открыто мне нету смысла хотя во врослав отправляет но тут наземный правда производство деньги хм а давайте кстати а 80 ну следующим ходом куплю отправлю попробуем улучшить отношения дальше пока наверное в раннюю империю это швеция совсем грустно в плане науки культуры блин смотрите как уже идет лояльность сразу ну тут солица вырастет конечно появится лояльность слушайте меня видимо сюда ставить все таки я боюсь что я тут не удержу по лояльности так я пожалуй сначала галеру сделаю и куплю как я и сказал торговца так что со священным местом соседство только здесь ну это от лесов не знаю надо как то блин я вот здесь ставил акведук и промышленную зону здесь для венецианки ну так предварительно тринадцатый ход большой бассейн плюс вообще этого местоположения что тут ничего затапливаться зато не будет ну в плане рек а побережье интересно и побережье что-то не затапливается даже вообще есть хоть одни затапливаемые клетки вообще не вижу интересно так во врослав отправляем а что польше уже священное место поставить в общем я там плюс два ну плюс одна вера вроде как от способности Испании а не плюс две тогда понятно тогда норм видите я не зря купил караван потому что он дает быстрее мне пантеон принять блин с другой стороны сюда город поставлю это чудо ну то есть рядом с чудом это очки эпохи дадут ладно я пока иду вот сюда потом решим в процессе подхода так Мадрид 3-2 ну пускай так мне кажется так а кого я там должен еще встретить мне кажется это надо будет вниз или плыть вниз наверное все таки туда надо Египет встретить так Польша вроде не идет города ставить блин тут уже 10 хреново а че так сильно то смотрите Стокгольм уже отваливается столица Швеции отваливается по лояльности это вообще нормально где там 8 по моему охренеть ну то есть там судя по всему Петербург и Краков так влияют охренеть то есть видите даже в этом тесность оказывается что ты просто даже компьютерные столицы не могут устоять потому что это так тесно что столицы других за добрые деяния на нашем общем континенте а что а какое добрые деяния я сделал на нашем общем континенте никто не скажет блин может мне сейчас копить лучше деньги на покупку на покупку сразу в этом городе монумента все таки плюс к лояльности ну и очевидно мне надо как то так стоять я даже не знаю стоит ли мне сюда город ставить мне видимо когда-то как-то судостроение быстрее идти чтобы переселиться на этот континент и тут города поставить вообще больше нету идей как мне тут по лояльности вот если больше не было то было бы попроще конечно о у нас хорошее отношение с англией хорошо и в принципе стоило бы конечно сплавать открытом территории но мне надо сначала рабочих и рыбы наверное обработать я не знаю еще подумаю так уже чуть поменьше лояльность за счет того что мадрид вырос так давайте тоже нет я буду копить не буду отправить делегацию буду копить пока деньги так шведка я как понимаю не может город еще один поставить да ну а англия поставил слушай странно почему швеция не может города поставить тут место должно быть там реально есть места я играл как бы на этой карте за россию ну когда обзор делал патча и там норвежец вполне нормально расселялся и все у него хорошо было то есть тут стокгольм отваливается потому что швеция почему-то еще два города не поставила которые влияли бы на стокгольм что очень странно давайте на польшу посмотрим у польши три города у англии два но у англии два скорее всего просто больше нету мест под города вот и все пошли египет найдем о тут еще и город слушай неплохой ну вообще как относительно неплохой неплохие места будут россия билла войну польши ну знаете знаменитый 2640 год до нашей эры русские пошли первый раздел польши с этими со шведами знаменитый вот это вот польский сапожок вот представьте здесь был бы рим например еще как это можно вообще играть лошади до лошадей у меня просто нету ну и не то чтобы так сколько тут минус 11 блин ну надо ставить люстре рядом с матеркорном блин жалко ртуть он там еще лучше ну опять же я коплю деньги на то чтобы купить монумент 120 минус 10 вот и египет ну наверное нету смысл хотя могу там вавилон встретить еще наверное она давайте проплывем матор порн так у нас 4 очка 11 ходов по идее должен успеть так давайте овечек обработаем севилье надо чтобы росла да вот жалко конечно в родствах сразу вот эту клетку еще выкупила бы конечно сам эту клетку хотел в мадриде ну наверное галеру галеру и поплыли я даже не знаю либо ли плыть сулусов искать либо открыть проплыв к лондону у меня пока не будет караванов куда мне взять караваны поэтому наверно к золусом поплывем ну монумент буду покупать тут нету смысла все поэтому давайте строителя ну и наверное в обработку бронзы мы тут иначе никак более сильные юниты не сделаем варваров тут убивать нету возможности и вот реально тут нету смысла торопиться с еще поселиться надо чтобы мадрид рос и как-то влиял на севиль и возможно все таки правильнее было сюда поставить город священное место давайте какие у нас остались лагеря нафиг надо каменолом не нафиг надо рудники редких и бонусных ресурсов но у нас только медь только медь даже ртуть не можем от каждого улучшенного стратегического ресурса от плантации до но редких и бонусных ресурсов рудники либо бог ремесленника от каждого улучшенного стратегического ресурса даже уже лодки кто-то забрал плантации ну хорошо у нас и будет вино цитрусовые вино на рисунке плантации тогда надо брать может быть оливки еще успеем поставить город 1 давайте плантации еще давайте посмотрим где мы тут влазим города поставить тут город мнр даже прям на оливки тут ставил вот прям на оливки сюда потому что тут будет гавань с соседством очень неплохим будет влиять на севилью тут еще остается место для этого города потом для этого так верховая езда 10 ходов до следующей эпохи нам где-то три очка еще надо собрать да как я и думал вавилон мы встретили оооо а тут у нас минус египет оказывается ребята да в египте еще два города в принципе а у вавилона только вавилон и ракет это куда не поселенцев девают своих интересно не она я должен золотой век выйти с религиями еще ни одной нету а пророков уже набивают раз да два три четыре пять шесть плен вообще религии должно быть такой карте у меня без религии как-то ну хорошо я ж могу я почему почему про религию говорю все шведов нету причем она побеждена видите отваливается к россии она не войной побеждена лояльностью все охренеть конечно так империю давайте открывать просто трындец минус швеция на ровном месте и россия себя забирает город на ровном месте да пошли золуса исследовать у нас иерусалим просто не останавливаясь вавилон поставил один город и сразу на египет напал хорош хорош может все таки священное место тогда и религию основать так что с севильей следующим ходом я могу купить монумент так минус 8 ну пока терпимо может священное место блин я щас не хочу тратить 30 монет так самом 8 ходов будет добавляться у меня по идее встретить зулусов и россию то есть мне бы сюда проплыть до вернуться этой галерой встретить россии вот вам все необходимые очки для золотого века между два не хватает до до священное место галера прачники стоит ли мне строить юниты какие-нибудь кажется стоит галеры строить а не эти то если чё я буду в город галеру заводить кстати да я построил галеру я вот лучше этой галеры по сюда россии искать а этой галеры за заеду в севилью чтобы лояльность повысилась точно уменьшает стоимость покупки клеток поселенцы вот лояльный вот это мне надо поставить и эту веру надо убирать я так думаю ну создание поселенцев бессмысленно них некуда пока ставить потеря 2 золота от торгового пути поставлю так у нас сахары так можно не плыть зулуса встречать мы уже в золотом веке лучше здесь боятся вдруг на меня англия нападет пингалу в данном случае сушки править армия в севилью надо блин ну все я уже взял пингалу придется в севилью его сажать в начале так ранние империи открыто я уже тут все принял давайте пока мистицизм мастерство я скоро ускорю прину священное место так 7 религий блин так я не успею наверное религию но с другой стороны по-хорошему мой конкистатор работает с любым по-моему этим миссионером плюс здесь бы очень находится на одной клетке с религиозным юнитом вот то есть мне в принципе любую религию можно больше акту нас кати принял религии из соседей православия ну я думаю православие в россии я надеюсь с этим россии цвета германии но это конечно мрак какой-то что стокгольм так отвалился я меньше удивлен потому что вавилон захватывает египет чем-то что вывело что стокгольм по лояльности отвалился давайте пока у нас там севильи нормально с лояльностью можно блин я забыл тут монумент купить а его все равно докупить если на то что тут в плюсе лояльность момент нужен все равно так мадрид продолжает расти севилья тоже надо чтобы росла блин мне бы как-то этих лошадинку и может поменять карточку на покупку клеток и нужны эти лошади и нужны эти это пшеница надо ли тогда спешить здесь со священным местом в принципе я в севилье могу тогда священное место поставить рядом с матр хорнан здесь я буду ставить когда можно будет болото убирать он не ставится что болото нельзя убрать мандрид дострою галеру так ну приблизительно дальше развитие понятно что это за города здесь ставить давайте теперь на уменьшение стоимости покупки клеток ну и то лояльность оставить других у меня нету просто карточек даже давайте думать что у нас влезет еще сюда город и соответственно сюда чем начинать надо с этого города будет творили мастерство не меняем ничего навигация по звездам навигация по звездам нам несомненно наверное пофиг на железо давайте мы в навигацию по звездам прям сразу пойдем или вообще в судостроение эти судостроение нам надо как можно быстрее ну чтобы была возможность переплыть сюда и поставить города иначе мы будем иметь бледный вид очень быстро так что с покупкой клеток 2436 пока не можем лошадей купить но мы в эту сторону идем так здесь давайте не знаю пока вот эти острова поисследует там золусы довольно низко будут что дальше но без священного места очевидно очевидно без ну стоит ли нам прачников открывать мы все равно не ускорим луч не нас если строить давайте наверно рабочих они думают что сейчас нужны тут юнит я не вижу чтобы польша могла вот тут видите какое-то место и скорее все думаю поляк тут поставить польша поставить город и будет все очень хорошо чувствовать вот тут кстати турция была бы вот это вот это считайте как его босфор дарданелл даже не видно кипра не видно вот эту где-то кипр должен был быть вот это вот италия сапожок да ты этот остров даже создать представишь это корсика сардиния хрен знает в общем европа конечно на этой карте выглядит очень странно так ну в политическую философию без без ускорения трудовой повинности да по развитию у нас тут вавилон и польша очень неплохо вавилон у нас еще не не в арбалетах случае англия основала протестантизм ну я без религии пожалуй буду очевидно что на меня как как минимум протестантизм будет распространяться священное место мне в любом случае нужно чтобы миссионеров построить вавилон фивы завоевал но нам скорее всего придется польшу пилить с россией когда у нас будет конкистадоры либо на кораблях англию кстати даже наверное англия поинтереснее будет там вряд ли будет по лояльность то есть я быстро если каравелами то вряд ли там по лояльности будет что-то отваливаться тем более надо меркантилизм выйти чтобы у меня сразу были эти блин минус довольство это плохо блин нам бы плантации открыть эти может сначала все-таки ворошения бля там горное гончарное дело восемь ходов надо открывать они как ускорить только если вот здесь ладно пока без пока без счастья ну пока вроде на лояльность это сила плюс идет сейчас еще приедет галера в город устаканится добавить силы так как бы нам тут открытые границы камурапи еще и пирамиды успевает строить ты смотри что-то вавилон мне не нравится это каба верды что ли у нас или или мальорка знаете фиг знает какие острова имеется в виду если у нас даже кипра с критом нету например ну это ирландия понятно вся в свиньях почему-то в трюфелях кто знает в орландии реально так много трюфелей так и там строители я закончу блин хоть ты начинай поселенцев строить чтобы вот сколько он будет строиться 6 ходов не наверное рановато и тем более если уж строить поселенцев то пожалуй с карточкой собираю лошадей это хорошо ну наверно стоит все таки еще воинов построить тем более это будущие конкистадоры вообще-то так ведь воины апаются в мечников и мечники апаются в латников а вот конкистадоры да то есть дуболомы это будущие конкистадоры а плюс 5 это только если свою религию буду основывать боевые религиозные получают плюс 5 боем очень против игроков с другой религии если у польши будет другая религия чем у меня просто с другой то есть мне в принципе если англия перенесет на меня свою религию я потом захвачу англию и можно будет потом польшу попилить то есть план приблизительно на игру такой я бы хотел чтобы тут египет как плену египта нету армии вообще плохо я бы хотел чтобы асуан как можно дольше стоял блин а египет еще но там там скорее всего с эфиопией там они наверное эфиопия вот может быть не стоило эфиопию ставить может стоило было этого мали я вот думаю так повлияет ли лояльности себя галеру поставить так плюс один просто галеры сильнее чем этот дуболом по идее она должна добавлять лояльность так а тут нам что построить вазнера тут начну поселенца строить или еще одного или еще одного дуболома все-таки поселенцы через давайте дуболома поставлю карточку на поселенцев и тогда уже так мадрид растет не не может не радовать меня соответственно ну как бы лояльность я бы еще выкупил эту клетку пока деньги пока у нас карточка на выкуп клеток стоит 36 следующим ходом меняется это да надо будет хотя бы вот эту шиницу выкупить смотрите ведь мадрид если то есть мадрид будет занимать всю испанию севилья будет занимать всю францию качественная карта конечно ничего не скажу фига тут англия настроила дуболомов а ты открытые границы не хочешь совершенно случайно то есть она вообще не хочет ничего заплатить на ну я приму наверное открытые границы я хочу там проплыть посмотреть все так да и влияет видите было один стало 2 и 8 так что стоим она еще и на силу города влияет как можно более сильный юнит надо поставить в город чтобы повысилась лояльность так знаете что наверно будем подводить на всякий случай сюда потому что мало ли что там у польши в голове но польша конечно с россией воюет с другой стороны тем не менее никто меня еще не осуждал вроде так ну начинаем поселенца даже не знаю то что карточки пока нет но следующим ходом будет надо быть уже готовым блин золуса встретил не думал что так рано встречу то есть он тут тоже где-то плавает очевидно так давайте сначала купим пшеницу здесь обрабатываем лошадей кого нам взять ну мне кажется лян с аквакультурой неплохо бы хотя тут маловато клеток может магнуса ну блин между всего три города поставить типа надо ли магнуса мне качать на чтобы не уменьшалось количество жителей в городе ну вообще для мадрида это неплохо было бы чтобы он влиял на все остальные города а скоро у меня вообще еще один этот не скоро уже этот не политическая философия не дает губернатора не скоро что так эти ни одной ггшки не нашел между прочим вроде даже ни одной ггшки не убили еще так ну я не знаю не хочу пингалу тоже не хочу прокачивать пока что тут три жителя всего это как бы бессмысленно лучше еще одного губернатора взять ну давайте ли он ладно хоть дополнительный заряд у рабочих будет да тут эти великобритания на два на два города всего лишь на два города а если вы откроете карту то вы реальную карту например да то вы увидите что великобритания по моему поменьше иберийского полуострова а у меня получается иберийский полуостров на один город а великобритания на два очень интересно где же золусов ты может тут золусы просто гуляют где-то чудеса содержание юнитов нет мы ничего не меняем нам нужна лояльность а тут мы карточку поменяем на поселенцев до точно вы недостойны ваша власть хрупка ведь ваша армия слабая то меня горит египет которого сносят прикиньте которого 2 которой армия в пять раз слабее моей нормально вообще кто бы говорил называется тоже сразу поселенца пять ходов два хода и судостроение шесть колесо ускорили не ну тут надо поселенцев так можно а вот золус где можно быстрее вот эти города поставить иметь вот эти пять городов не самые лучшие но это можно о руинка не может быть нифига себе первые церкви значит рынке на этой карте есть понятно так давайте на всякий случай воинам тут а еще тем более горную подготовку дает забыл что motorhorn дает горную подготовку так мне бы не хотелось пока россию встречать очень классно был побеждена швеция просто лояльностью просто такие шведы не мы не хотим быть шведами россия круче во сто раз ну там очевидно просто мне кажется у россии более более такие плодородные места стокгольм просто не рос там два жителя было и все но если бы швеция поставила города другие было бы было бы нормально так что там хамурапи а нет эти минанки это не хамурапи построил и мы вышли в античность что с испании будет в античности я думаю вы увидите в следующей серии а спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества спасибо большое спасибо большое что смотрите и конечно же играйте умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока